Добрый день или добрый вечер. Кто меня не знает, меня зовут Олег Паринский. Я являюсь преподавателем казну, раньше казну, еще иногда университета Туран. Кроме того, являюсь основателем киноклуба Алматинского, которые работают в кинотеатре «Цезарь» и одновременно телевизионной программе на канале «Астерое», которая тоже называется «Киноклуба». – Принапритайте. – Мы уже никого не пускали. – Я буду сейчас. – Нет. – Мы все, мы уже будем. – Потому что это будет мешать. Вот, кстати, я попросил Иеру зайти, Таира Медникова, попросила меня сюда, адресовала идею, что у вас вечерняя гостиная, что вы сильно устанете, и в основном придете в лэжи Валентинс Сайти, в сообщество, отдых. – Скажите. – Поэтому вот, хотя тема очень серьезная, мне бы не хотелось ее слишком, как говорят сейчас молодые люди, загружать. Но тем не менее, мне кажется, она даст вам, может быть, пищу для размышлений. Сразу хочу сказать, поскольку выбор сделан на эту тему, она традиционно, академически называется философия личности или одномерный человек. И, возможно, мы и не будем сегодня говорить о кино, но если у вас такие вопросы возникнут, то, что касается мирового кино, казахстанского кино, если я смогу ответить, то, пожалуйста, можете такие вопросы тоже задавать, потому что я не буду очень много долго говорить, поделив время пополам. Наверное, что-то я расскажу для начала, для затравки, как принято говорить, потом, наверное, интересно будет и услышать ваше мнение, может быть, вопросы, чтобы была у нас такая коллективная вечерняя программа. Хорошо? Первый вопрос для разогрева хотелось бы задать. Скажите мне, пожалуйста, что такое коммунизм? Идеолог. Общая собственность. Идеологи. Система. А природные ресурсы. Хорошая мысль. Еще? Политический строй. Политический строй? Да. Пожалуйста, еще. Но noises. А есть какая собственность? Особственная. Дло применимо к тому, что Вы сказали, да? Общая собственность на природные ресурсы, Вы сказали? Да. Что еще? Утопия. То, чего нет. Утопия, как называлась книга Томаса Мора, это то, чего нет, вместо которого нет. В этом смысле я согласен, что коммунизм это такая же идея, как идея христианского рая. Но суть не в этом. Я для чего задал этот вопрос? Для того, чтобы польстить свое самолюбие или еще что-то, узнать, что вы не знаете. А с одной единственной целью, что нам часто приходится прояснять какие-то понятия и очень часто оставаться в заблуждении по поводу вот этих понятий. И на этом очень легко строить манипуляцию. Поэтому одна из составляющих личности, которую я потом, может быть, скажу, буду ее называть, это блокировка манипуляции. Потому что о манипулятивном сознании написано очень много. Есть даже целые лечебники. И самыми разными способами нашим сознанием манипулируют. Начиная от того, что плачущая женщина хороший манипулятор. И кончая тем, что с нами делает рекламу. Имеет отношение к теме одномерного человека, но об этом чуть позже. Так вот, возвращаясь к идее коммунизма. И особенно к тому, что это общественная собственность. Но ни в коей мере не на природный ресурс. Почему так? Если вы найдете то место в капитале, где говорится о коммунизме и об общественной собственности, у Маркса я имею в виду, вы знаете, что сейчас на многих плакатах Маркс нарисован стерновым венком. То есть к нему возвращается, потому что понимаешь, что не поняли в строительстве капитализма. И вот в данном случае там сказано следующее. Общественная собственность – это такая собственность, пользование которой не ведет к ее убыванию. Понимаете, о чем это речь? Природные ресурсы не могут быть общественной собственностью, потому что их природная полезность убывает. Заводы, фабрики, которые можно национализировать, превратив в государственную собственность, тоже не могут быть общественной собственностью, потому что станки ломаются, есть понятие амортизации и так далее. А что же это такое, чем я пользуюсь, и это не только не убывает, но ведь это интернет. Поэтому если бы вы мне сегодня сказали, что коммунизм это интернет, я бы абсолютно согласился. Но не только поэтому, а потому что по еще одной идее, может быть, самой главной, которую стоит усвоить, кроме от каждого способностей к каждому по труду, хотя это принцип социализма скорее. Так вот, эта идея состоит в следующем. Смотрите, это очень просто. Коммунизм это безвозмездный труд свободно объединившихся людей. Вот и все. И поэтому то, что сделал Джимми Уэллс 10 лет назад, создав Вики Кейзю, это и есть безвозмездный труд свободного человека, который ушел с основной работы, потому что его заставляли ходить на работу, он хотел работать дома, заниматься свободой. И когда ему задали вопрос, а для чего нужна Википедия, какова цель? Никакой, она просто забавна. Так вот, в данном случае это все имеет отношение к тому, что мы понимаем по сути, а вроде бы слово такое уже там нагроможденное самыми разными наслоениями и отрицательными, негативными смыслами, тогда, пожалуйста, никого не пустим. Потому что это отвлекает, прежде всего, меня. Шум, хождение. Я даже забыл что-то сказать, но ладно, сейчас не об этом. Так вот, в данном случае мы говорим о таких вещах, которые возникли давно, и для начала я бы хотел две идеи вам такие предложить, которые могут вас интересовать в самой простой форме. Естественно, это нет нигде в книжках, это надо много прочитать, подумать, сделать и так далее. Так вот, если обратиться к XVIII веку, что было очень давно, для вас, возможно, эта эпоха какая-то скучная и неинтересная. Кстати, называется эпохой просвещения. Именно там, в лоне XVIII века, сформировалась идея гражданского общества. Гражданское общество – это общество свободных индивидов, которое имеет просвещенный разум. Возникает вопрос, а что же такое просвещенный разум? Мы думаем, что это человек, отягощенный знаниями, способностями и так далее. Вы смотрите, Вольтер, одна из основных фигур XVIII века, говорит, просвещенный разум – это способность человека самостоятельно мыслить без ориентации на авторитет. Только этого человека, самостоятельно мыслящего, не подверженного авторитарному сознанию, можно назвать просвещенным. Это была идея, а значит, идея а-со-но-ми-зации. Автономная, независимая, в своих мнениях, в своих суждениях. Независимость почти синоним свободы. Что произошло дальше? Я даже не буду говорить, чтобы не было путаницы, что это XIX в середине XIX века, и особенно XX века. К сожалению, этого не произошло. Гражданское общество не возникло. Но возникло то, что вы знаете, называется массовое общество. И, соответственно, массовая культура. Сейчас уже вправе говорить последние 20-30 лет не о массовой культуре, а о популярной культуре. Почему? Потому что массовая культура является противоположностью культуры элитарной. Элитарная культура требует изысканного вкуса. Это литература для высоколобых, как говорят в Англии. Это искусство, понятное далеко не всем. А есть массовые жанры. Комедия, триллер, детектив. Палп-фикшн – бульварное чтиво, которое почему-то у нас перевели как «криминальное». Видимо, чтобы он лучше продавался. С этим вообще... Понимаете, когда вышла картина с Гарри Олбманом, моим любимым английским актером, которая называлась «Ромео из Сблигинга», «Ромео, истекающей крови», выпустить картину с таким названием «Ромео» – это что-то от Шекспира, да? – спрашивали. – Не, нельзя. Давайте выпустим по другим названиям, оно будет более коммерческое. «Полицейский под прицелом». Чувствуете разницу? «Ромео, истекающей крови» – «Полицейский под прицелом». Так вот, массовое общество. О нем очень долго можно говорить, не одну лекцию читать, его направления, жанры и так далее, и так далее. Но, тем не менее, там все-таки в 20 веке различали, что, извините, вот есть комедии Гайдая, замечательные, неповторимые, а есть фильмы Тарковского, элитарная и массовая. В популярной культуре сегодня, которая складывается в 70-е и 80-е годы, уже этой разницы нет. Сонет Шекспира ничем не лучше красивого гола, который забивает Бетхэр. Эта культура постмодерна, она безоценочная, ей нельзя сказать «это выше, это лучше, это значительно». Все уравнено. Отсюда и политкорректность, и все остальные вещи, которые сейчас, собственно, Америка, Европа запуталась, вы знаете, до чего это дошло в Европе, и что они сейчас делают против ваврии миграции, то, что делают американцы, которые раньше не могли выпустить фильм, который рассказывал о каких-то космических завоеваниях, потому что там нет афроамериканцев и так далее. А не будет ли это ущемлением женских прав и прочее-прочее? Это пресловутая политкорректность. А вот популярная культура, она приходит, мы ее здесь в свернутом виде содержим. Смотрите, что интересно. Это все соответствует замыслу, идеалу. Такого не было, как это было, идеалу. А в массовом обществе автономизация невозможна, потому что здесь возникает очень созвучное слово «атомизация». Атомизация. Люди превращаются в атом. И если здесь важно творчество, то здесь важно потребление. Если здесь возможна свобода, выбор, то здесь уже с этим проблема. Нам кажется, что у нас есть колоссальная свобода выбора, что у нас 70-80 каналов. И это есть разнообразие. Но на самом деле, если посмотреть глубже, это пестрое единообразие. И в данном случае ценностью этого общества, где есть свободный индивид и личность, скажем так, где есть творчество и свободное, является уже другой власть. Власть не только политической, она похожа на хаппейнинг, как на эстетический процесс, скажем так, но и власть над умами, и над тем, чтобы сделать человека потребителем. Вместо борьбы идей, борьба компроматов. И понимаете, что получается? Вот общество, которое ориентирует и взращивает потребителей, ваши желания являются всеобщими. У людей одинаковые желания. И ваши потребности, это не ваши потребности, они формируются кем-то, спицерами, чтобы сделать вас счастливым потребителем. И вот здесь этого человека, который ориентирован на потребление, известный мыслитель XX века Герберт Маркузе, назвал этим словом One Dimensional Man. Одномерный человек. Человек, ориентированный на потребление. В самом условии, может быть, и нет ничего ужасного. И когда мы потребляем что-то не так уж и неплохо, если это не подменяет вот эту противоположность, если оно не является доминантой чем-то главным в человеке. Почему? Что же плохого в том, что человек становится потребителем? Что же плохого в том, что все наши процессы, которые завязаны на это, наука и техника стремится вам? Два, три, четыре года назад показали Nokia 95, но этого уже мало, нужно что-то другое. Показали одно, и прочее, прочее, прочее. Гениальный человек Стив Джобс, ничего не могу сказать, потому что задавал своим студентам вопрос, если он действительно изменил мир, что же он сделал? Назовите мне хотя бы три момента, которые он сделал. Они не знают, что ответить. Я говорю, ну тогда вы не отличаетесь ни тем, ни чем от политиков, от нашего Масимова, кончая президентом Медвениум, кто говорит, выдающийся человек, теперь без него не будет чуда. Это пафос, это риторика. А что же реально сделал Джобс? Кроме того, что он сказал, дизайн это не то, что хорошо выглядит, а то, что хорошо работает. Он принес в своей стране миллиарды. Это следствие. Вот опять же, если говорить о идее безвозмездного труда, да, понятно, мы не можем говорить, хотя, вы знаете, я вам скажу так, если по большому счету говорить, если бы над Джобсом не висела идея смерти, он бы не был Джобсом. Потому что знаменитая лекция, которую наверняка многие из вас читали, в Стэнфордском университете, он об этом говорит. Когда однажды я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и задал себе вопрос, хотел бы я, чтобы этот день был последним в моей жизни? И ответил, нет. Потому что у меня есть планы, мечты, ожидания. Я хочу, чтобы это был последний день. И когда это было два-три дня подряд, я понял, что в жизни нужно что-то менять. Понимаете? Потому что смерть – способ радикализации того, что ты делаешь в этой жизни. И когда Apple от него отказался, взяли они ралли, которое в пипсиколе преуспевало, Джобс не обидывался, он сказал, даже мне это помогло. И когда он пришел к нему, он ему задал конкретный вопрос. Ты так и будешь продавать сладенькую водичку или вместе со мной изменишь мир? А дальше уже возникает конкретный вопрос, что же он сделал, чтобы изменить? Потому что во всех учебниках, раз уж вы заговорили, немного забив меня в этом направлении, но это, я думаю, полезно тоже. Во всех учебниках по бизнесу, которые есть, не знаю, как в наших, я не сталкивался, это немножко не моя специальность, написано, есть такой раздел, где написано пять слов, которые являются формулой успеха. Эти пять слов, найдите потребность и удовлетворите ее. И вы не найдете ни один пример, который бы не следовал в итоге этой формы. Если вы возьмете Даниэля Гросса и его издание Forbes, которое опубликовало там 10 лет назад, за два столетия, двадцатку самых успешных людей в бизнесе, и там есть и Билли Гейтс, который завидовал Джобсу, честно говоря, и есть единственная женщина, Мэри Кейн. Понимаете? Единственная женщина в этой двадцатке это Мэри Кейн Эш, которая доказала, когда она стучала с двери, было написано «Only for men», только для мужчин. И когда она достигла этого и создала, что она сделала? Корпоративную культуру для женщин. Какие потребности она нашла? В первую очередь, она нашла потребность женщины работать неполный рабочий день, потому что нужный уход за ребенком, 4 часа, а не 8. Когда она поняла, что есть потребность женщин в единственном товаре, который не производил, мега-монстр Америки, компания «Эван». Они не делали крем для лица. И она сказала, мы будем конкурентоспособны, если это сделаем. И когда все, я остальное опускаю, девочка, она поняла, что когда американка листает и говорит, мне это привезите, она сказала, косметика не стиральная машина, девочка должна прийти сюда, и вокруг нее консультантка разработает индивидуальный стиль. И кто добьется успеха здесь, получит розовый категор. Это я вам приоткрывает другие вещи. И потом, когда это все было сделано, она заказала у ювелира алмазного шмеля, как вы знаете, потому что по всем законам физики шмель не может летать. У него слишком большое тело и маленькие крылья, но он летает. Этим самым Мэри Кэй давала понять, что никто не верил, что она чего-то достигнет, продавая книги и беря себе зарплату от одного десятого экземпляра. И вдруг она что-то сделала. Это к слову. Так вот, в данном случае мы немножко отошли от вот этой вот идеи и от формулы успеха в том числе. Так вот, один из моментов, не единственный и может быть даже не главный потребление состоит в том, что чувства переходят в эмоции. Эмоции подменяют чувства. Для меня это несколько тревожная вещь. Почему? Потому что чувства это более глубокие переживания. Эмоции для одномерного человека это то, что захватывает его ненадолго. И у этого человека пропадает то, что можно назвать интересом. Почему Хайдингер во второй половине уже 20 века, предвосхищая будущее, сказал, современный человек не знает интереса, он ценит только интересное. Если вы понимаете, в чем разница интереса интересная, вы легко поймете. Но здесь эмоции. Происходит диверсификация эмоций. А значит, чувства спят. Почему так? Потому что потребительство легче осуществимо без чувств. Чувства обременяют. Они мешают. Эмоции, да. Если с эмоциями ничего не происходит, человеку скучно. Он засыпает. Но глубоких чувств и переживаний у него нет. Они постепенно атрофируются. И тогда новый друг или подруга приобретаются как предметы одежды. И духовной близости люди не ищут. Потому что это замешано чувство, а чувства нет. И возникает абсолютно естественное следствие и явление, которое небезызвестный вам Чак Паладик, автор Файт Клаба, назвал абсолютно точно. Одноразовые друзья. И сегодня уже половина у каждого в контакте, которых вы даже, может быть, и не видели. Но суть не в этом. Значит, смотрите, вы просто подошли к этому моменту для того, чтобы обозначить какие-то, может быть, и другие интересные идеи, которые здесь возможны. Я уже чуть-чуть согну. Потому что если говорить о том, что же является основой личности, творческой личности и так далее, то, на мой взгляд, это 4С человек. То есть если срочи он же не цепит. Это свобода. Это сознание. Это судьба. Я сейчас объясню, почему вы только не бойтесь этих страшных слов, которые, возможно, сейчас, четвертый, и все, что-то. Сидят очень... Отличные отличники сидят. Каждым словом, мне дай ему самоактуализация. Самоактуализация. Значит, смотрите. Если считать, что в первом приближении в одном из многих личность это 4С человека, естественно, это всего лишь интерпретация. Мы получим вот эти 4С. Вы можете представить себе личность, которая не будет свободной. Что такое свобода? Свобода. Это бытие на основе выбора. Кратко я бы так определил. Хотя есть масса других вещей, сейчас вы увидите. Что такое сознание? Это актуализация возможного. И вот здесь совершенно интересная вещь возникает. Актуализация возможного. Сознание я использую как синоним мышления. Смотрите, что произошло. Для вас это может быть открытие. Крайней мере, для моих студентов часто бывает. Они считают, что разум, мышление и интеллект это одно и то же. Хотя это три разных слова. Но оказывается, между разумом и интеллектом здесь вот можно как синоним убрать, и между мышлением или сознанием принципиальная разница. Потому что для разума и интеллекта важен расчет. В бизнесе без этого никуда. Каспаров без этого никуда. разум или интеллект прагматичен, но он всегда рассчитывает, просчитывает сегодня. Это очень важная способность. Но если только это, а что же тогда это? Она актуализирует возможные вещи. Как рождались все безумные идеи на грани ума и безумия, на грани какого-то виртуального смысла. Не из разума и... У нас сегодня очень много людей разумных, но очень мало людей мыслящих. интеллектуальных много, в бизнесе, везде, потому что время к этому не будет. Я далек от идеи сделать отсюда вывод, какая глубокая идея, в кавычках глубокая, заложена в программе формирования интеллектуальной нации. Это нация интеллектуальная, но не мыслящих людей. Но это доса парь может все прояснить, что он в соседней аудитории провалит теперь. И смотрите, что получается. Актуализация возможна. Совесть, я сразу хочу сказать, речь не идет об этике. Речь не идет о том, дай денег, у тебя есть совесть или нет? Понимаете? То есть, как добро и зло. Не делай плохо, если у тебя есть совесть. Я использую только философско-мневетическое смысл. Совесть это орган смысла. Орган смысла. Очень просто. Совесть у каждого из вас, я более чем уверен, я убежден, что она есть, хотя не всегда ею пользуются активно элементы, но она, кроме вопросов этики, состоит в следующем. Совесть у каждого из вас заставляет задумываться о смысле вещей, о смысле жизни, о смысле техники, о смысле образования, о смысле истории и так далее, о смысле страдания. Девочка мне говорит, а что у страдания есть смысл? Я говорю, ты знаешь, да, ведь можно бессмысленно страдать, а можно страдать со смыслом. Она говорит, а в чем смысл? Я говорю, смысл страдания только один. Страдание имеет смысл, если оно делает тебя другим. Если оно не делает тебя другим, ты месяц ждешь, что он позвонит и остаешься такой же, я скажу грубо, дурой, то страдание не имело смысла, оно ничего не изменило в твоем отношении к нему, к себе, оно не заставит тебя что-то пересмотреть в своей жизни. Понимаете? Как вот в данном случае, для меня лично важнее то, что это не просто орган смысла, который заставляет человека искать смысл или задумываться о смысле, а то, что заставляет его воздерживаться от бессмыслительности, не участвовать, отвечать бессмысленно. Раз здесь нет смысла, я уже не буду агентом этого мероприятия. Ну и наконец, известно вам тут, ничего нового я не скажу, потому что self-actualization, вы знаете, самоактуализация, там есть пяти самоактуализаций, это базовая потребность, которую называют Абрахам Маслоу, она есть не у каждого человека, но как потребность роста, то есть можно сказать, что это да, это потребность роста. Почему? Потому что есть потребности и недостатки. Что говорит тот же Маслоу, вспомним его в переводе с английского, потому что в нашей книге почему-то не пишут об этом. Он говорит, что это есть basic need for life, потребность самой жизни, витальные потребности, спать, отдыхать, сон. Восемь часов вы должны в жизни спать. Это бронированное время мозга, говорит физиолог Сечер. Представляете, что вы живете 75 лет примерно, кто-то хочет больше, я знаю. А значит по этой идее вы должны 25 лет спать. Это ужас. Вот поэтому я завидую дельфинам. Знаете почему? Потому что у него так же, как у нас два полушария, но он пользуется ими попеременно. Вот если бы были дельфином, вы бы встали в 8 утра, свеженький, бодренький, весь день у вас активность, к вечеру уже к 8 вечера вы утомились, 12 часов прошло, вы переключаете в полушарии, как будто только проснулись. И 25 теперь активной жизни. 25 лет. У меня это предмет зависти большой. Так вот смотрите, витальные потребности. Потом он говорит о том, что есть потребность социальной защищенности, от холодильника до счета банки. Это тоже потребность недостатка. Вам недостает сна, питание, защищенности. Respect and self-esteem, уважение и самоуважение. И вам нужна общность, корпоративность, дружба, любовь, близость и так далее. Это есть у каждого человека. Но не у каждого человека есть потребность самоавтуализации. И это нормально. Это нормально, что это есть. Вот потребность и недостатка есть у всех. И вот в данном случае получается очень опытная речь. Я чувствую вас немного утомил, но я вам предлагаю разгадать репус. Хотите репус? Хотите знать, какова экзистенциальная матрица каждого из вас? Да. Что такое матрица? Еще раз. Экзистенциальная матрица? Что такое экзистенциальная матрица? Да. Что такое экзистенциальная матрица? Полуэкзистенция. Да. Это существование. Да. То есть существование человека. Но не просто биологическое существование. Вы же не только тело, хотя... Что-то вроде режима. Сейчас, сейчас, сейчас. Дело не в этом. Вы же не просто биологическое тело, хотя в конце XX века философы договорились до того, что нет другого способа идентичности, кроме своего тела. Почему так? Я слушаю масс-медиа, меня формируют, не говорю зомбируют и так далее. И я задумываюсь, мысли, которые есть у меня, это мои мысли или они пришли извне? Я просто подотчетно не могу определить, когда. Чувства, что я чувствую, это мои или они моделируются сериалов, которые я смотрю? Мы же превратили, я условно говорю, мы, да. Жизнь превратили в сериалы, а смерть в компьютерную игру. И когда мы стали искать вот это вот заманчивое слово идентичность, оказалось, мысли, чувства, может быть, даже не наши, по крайней мере, есть над чем размышлять. И оказалось, единственное, что наши, это вот кто такой я, вы знаете, где я, кто я? Я – это мое тело. Так вот, мы немного, так сказать, с вами сейчас отвлечемся. Как раз ее вносит сюда, такой фотографический диссонанс. И мы будем говорить про экзистенциальную матрицу. Смотрите, экзистенциальная матрица – это основа, раз это матрица, сценарий вашей индивидуальной драмы, которую вы все будете переживать. Потому что экзистенция – это переживание. Переживание опасности, переживание пограничной ситуации. Самую разную можно ситуацию себе нарисовать, когда вы стоите перед совершенно, казалось бы, неразрешимым выбором, что делать и так далее, и так далее. Это и одиночество, и потеря близкого человека – самые разные вещи. А мы слишком на таких трагических вещах говорить не будем. Потому что все ребус, который я вам предлагаю, это, по сути дела, в графической форме пересказ того, что говорил один из экзистенциалистов XX века Николай Бердяев. Я думаю, что этот философ вам знаком. Вы легко отгадаете. Тут будет всего семь слов. С рождения. Подожди. Какие вы быстрые, а? Смотрите, симметрично. Я не оговорился. Я сказал, что эту проблему, которая здесь нарисована, а мы ее там еще можем и стрелочки потом зарисовать, вы будете решать неминуемо. Вы уже ее решаете. Каждый по-своему запрятывая внутрь и порождая следствие этой психодрамы или что-то другое. Ну, давайте так, я вам дам подсказку. Речь идет о трех сферах. И получается, что та хорошая, продолжительная сфера, которую бы вы хотели иметь в своей жизни, вот она, зажата двумя другими. Давайте отгадаем низ. Что это за сфера? Как она называется? Это основное понятие, с которым я в четыре дня освободил. Это свобода. Вы же хотите быть свободными? Или кто-то хочет быть рабом? Нет. Значит, смотрите. Мыслим диалектически. Диалектика требует от нас находить противоположность. Что является противоположностью свободы? Совершенно верно. Это одно и то же слово. Я имел в виду, что и то, и другое, это одинаково. Получается, ваше желание свободы, от человека вовлечет на свободу изначально, когда он осознает, зажат двумя формами рабства, необходимости. Это примерно одно и то же. Давайте посмотрим сначала, что же является выражением или символом свободы. Два L. Что за два слова? Вечность. 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 Второе? Любовь. Смелее. Смелее. Любовь. Естественно. Любовь есть выражение свободы. Вас же никто не заставляет любить. Здесь нет принуждения. Любовь свободна по определению. Не путайте совершенно другим выражением. Свободна любовь. Хочется скочить в терминологический ряд и сказать. Я понимаю, что иногда сложно человеку подобрать синоним выражения make love. Заниматься любовью. Но, друзья мои, заниматься любовью нельзя. Заниматься можно сексом. А как можно заниматься любовью? Тогда у вас не то. Ну, вы говорите, ну, непонятно, о чем идет речь. Так зачем использовать слова? Так вот, смотрите. Любовь и личность. Два проявления вашей свободы. Человек своей личности и своей любви свободен. Но я говорю, он сажает двумя рабствами. Я дам подсказку, смотрите. Это рабство у природы. Ваша. Ваша природа. А это рабство у общества. Солнце, смерть? Вы бы хотели быть свободным. Смерть, нет? Ссорство. Ссорство. Ссорение. Давайте с природы начнем, да? С страхи. Да, что-то, наверное, на уровне самосохранения. Потому что что такое страх? Это голос инстинкта самосохранения. Правильно? А что такое секс? Это сублимация страха смерти. Только так. Это и будет отрезка. Какой? Ну скажи это с акравитацией. Молодец. Простая семья, это правда. Бердяев говорит. Нет. Смотрите. Ваша природная зависимость, он говорит даже более жестко, Ваше рабство природы состоит в том, что вы представители пола. Что такое пол? Это значит половинка. Человек – существо половое, то есть половинчатое. И вот все ваши тревоги, метания от того, что нет. Потому что когда ты эту половинку найдешь, ты становишься с этой частью, отсюда происходит слово счастье. Счастливым. Причем механическое соединение ни черта, извините, не дает. Потому что механическое соединение вам создает соблазн, очарование. По философии начинается сразу очарование. И в данном случае соблазн велик соединиться к сексу, обрести якобы целостность единства. Потому что что это такое? Это андрогин. Это счастье. А кто не хочет быть счастливым? Но все же очень хитро устроен. Если это был исключительно секс, почему? Вот я учителям не давно задаю вопрос. Вы проходите 10 заповедей начала половой жизни в школе. Они – нет. Мы 10 заповедей христианских не знаем. Я говорю – а почему так? Почему дети в 10-м, не скажу раньше, в 10-м классе не могут знать, 7-ю, например, заповедь – секс, привилегия, любви? Все же просто сказано – секс, привилегия, любви. А если будет просто секс, он дает соединение. А потом он не соединяет, а разъединяет. И отсюда, вертяев говорит, происходит знакомое вам слово – разврат. Потому что это то, что разъединяет, не приносит единства. Я чувствую, что многие начали писать с этого момента. Так вот смотрите. Особенно мужская часть. А в Казахстане. Дорогой, если у нас позволит время, буквально 3 минуты, я тебе скажу, что мужчина в своих ступенях к женщине и к великой тайне любви поднимается по 3 ступеням. Но все застревают на ступени сексуального чувства. Когда ориентируются на то, что называется сексапильностью, но они знают, что такое манкость. А это уже второй уровень. Меня спросили, а что такое любовь для вас? Я ответил очень просто. Это когда одна женщина избавляет меня от дурной бесконечности других женщин. Это есть любовь. Так вот смотрите. Вернемся. Секс, да? Он был прав, сказав, это ваша природная необходимость, природная зависимость. Мы не можем от этого идти. Мы не можем это подавить, правильно, как в монашеском каком-то монастыре и так далее, потому что это все неврозом закончится. Это все доказанное описано. Нам приходится эту проблему своей половой, природной принадлежности решать. Это мы говорим о рабстве. О рабство общества. Общество заинтересовано, чтобы люди жили семьями. Это ячейка общества. Это же общество. Мы создаем. И вот здесь возникает. Вот смотрите сюда, друзья. Вот уже сейчас и всю ближайшую жизнь вы будете решать. Что значит моя личность? В чем она проявляется? Где мое творчество? Есть ли в моей жизни любовь? Как ее отличить от секса? Как совместить эти вещи? Связана ли творческая личность с сексом? Или нет? Каким образом? А вообще семья? Как здесь? Если я вам дам определение канта, брака, вы вообще не захотите завтра? Да. Это контракт на право пожизненного пользования половыми возможностями другого. Когда вы говорите пожизненного, тогда еще с разводом было сложнее, сейчас легче, уже не так можно отдохнуть. Но тем не менее, смотрите, а семья и любовь? А личность и семья? Что происходит? Все говорят, семья нивелирует личность. Как сделать так, чтобы личность в семье сохранялась, потому что масса других забот там и так далее, и так далее. Масса вещей. То есть тут все будет. Но вот эти вот вещи все равно вам придется в жизни решать. Вот поэтому это экзистенциальная матрица. Но мы говорим о том, что есть свобода, на которой личность и любовь завязывают. Я, к сожалению, не могу говорить о ведической мудрости, где тоже есть свобода, но она идет как вытекающая из очень интересного понятия дхарма. Просто на последние минуты я обязательно хотел об этом сказать. Что такое дхарма? Это первая ценность ведической мудрости до возникновения всех философий и религий, это примерно 3-4 тысячи лет назад. Дхарма – это долг или должное. Не пугайтесь. Это не тот долг, что кто-то кому-то должен. Например, в чем состоит дхарма сахара? В том, что он должен быть сладким. Сахар без сладости перестает быть сахарным. Так же, как соль. Но что такое дхарма – должное человека? Это его призвание. Сразу возникает вопрос, а как найти свое призвание? Вот я не знаю, а к чему мне больше? Это сложный вопрос. Есть два классических пути, о которых говорят вверх. Вам нужен учитель, наставник, как угодно понимать. И второй момент. Признаком призвания является признание. Очень похожие слова, поэтому я их перепутал. Там, где вы признаны, что вы что-то делаете, это получается только у вас. Простой критерий. Если вы что-то делаете, и потом уйдете, и этого уже не будет, это ваше. Если на ваше место возьмут другую девочку, которая будет обладать тем же признаками, за что взяли вас. Длинные ноги, компьютер и деловой английский. Это заменимо. Человек становится даосманом, анонимный человек. Все тот же одномерный. Так вот, в данном случае дхарма – это должное. А из него вытекает артха, польза ваша, если вы ее нашли. А дальше вытекает кама – желание. Отсюда вытекает из вашего призвания, востребованности, вытекает кама – желание. Узнаете, кама с утра, трактата желания. Правда, у меня остроумные химики говорят, есть кама с утра, а есть кама с вечера. И, наконец, мокша – свобода. И только здесь человек обретает свободу. Я почему за это рисовал? Вы понимаете, сейчас переворачивание этой системы ценностей, лидической, древней. Многие вещи говорят об этом. Не нужно считать, что это только в Индии. Или что что-то есть только в христианстве, или что-то в исламе. Не нужно говорить, что это вообще есть в религии. Если вы вспомните, вот сейчас все ждут с нетерпением, когда выйдет четвертая серия «Сумерек», и произойдет ли это там, четвертая серия. Но там есть один персонаж, кроме Беллы Слон и ее, так сказать, возлюбленного вампира. Джейкоб. Классический даусский герой. Потому что у него есть сострадание, смирение и умеренность. Вот если вы спросите, что такое в современной поп-культуре даусский герой, персонаж, который завязан на этих трех ценностях даусизма, явно его зовут Джейкоба. Долго не думаю. Так вот смотрите. В чем здесь смысл? В том, что эта пирамида перевернутая. Люди-то сегодня, чаще всего, особенно молодые, хотят свободы. У них масса желаний. И об этом даже не задумывается. А потом искать уже поздно. И оказывается, что все это время взводил, удовлетворил свое желание, какую-то свободу получил. А вот это вот, ну, была в этом польза, наверное. Но если вместо кто-то тебя другую приносил, значит, тебя не было. А это ты даже не узнал. Не узнал простой и очень сложный вопрос. Для чего ты родился? Вот этого я вам желаю обязательно найти. Спасибо. Спасибо.